Привет подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис и мы на стримчике, привет от всего вам стрима. Вот сегодня пойдет речь о цинке, живая броня тьмы, по-моему живая броня в русском языке и гайд у нас заказал, вот Ансон Браун, спасибо ему еще раз огромнейшее за то, что он стал топ стримчанского, поддержал меня денежкой, плюс заказал гайд на этого интересного персонажа. Итак, поехали, где его использовать, во что его одеть и что он умеет делать своими скиллами. Надеюсь им когда-то лидерки добавят хоть какие-то, хоть какие-то, ну так, не знаю, может на защиты какие-то добавят, будет получше. Но пока лидерок у них нет, при эвейке он получает что? Шанс крита у него плюс 15% апается, на самом деле это неплохо, то есть изначально 30-ку получить, то есть его можно сделать под 70, то есть еще 40 допами собрать, и он будет под бафом защиты неплохо пробивать, плюс под бафом шанса крита. То есть допустим под него можно взять этого ветреного гора, и он очень хорошо закатит, да. Но сейчас по скиллам. Первый скилл, что он делает? Вы атакуете цель один раз, и вы можете кинуть за медло, вот, и при этом застанет. Если защита врага ослаблена, снижается его скорость атаки на два хода, то есть к примеру, если вы накинули кем-то другим раскол, вы после этого еще и за медло можете кинуть. Ну, на эту тему, конечно же, есть резист, то есть если у вашего цинка там очень мало точности, то это за медло может и не пройти. Но, скорее всего, оно вам прям сильно не зарешает, но против персонажей, которые дамажат еще и дополнительно от скорости, это может помочь, допустим, против Теомарса. Вот, тем более этот персонаж фактически создан контрой против Теомарса, но об этом поговорим позже, когда будем обсуждать третий скилл. Второй скилл, что он делает со своим вторым скиллом? Да, широко размахивает молотом, прямо пропорционально своей защите, имеет 50% шанс ослабить их защиту на два хода. То есть, если у вас есть его собрат ветреный, то этот скилл абсолютно точно такой же. То есть, опять же, дамага скалируется от защиты, что на втором скилле, что на первом, и вы можете закинуть массовый раскол. То есть, к примеру, да, вы закинули всем раскол, потом бьете кого-то с первого скилла, и можете еще и застанеть, при этом еще и закинуть за медло. То есть, года два назад замедление этого, насколько помню, не было, то есть, это немножко добавили, якобы бафнули этих пацанов. Ну, сильно это не зарешало, но приятный такой дебаф, как бонус. То есть, это массовый раскол, то есть, часто будет помогать, особенно в башне, то есть, его можно будет еще и башней вязать. Ну и третий скилл, самое интересное, куча пепла, то есть, вы атакуете три раза всех персонажей, три раза, и с каждой атаки у вас есть определенный шанс закинуть какой-то дебаф. И в чем прикол этого скилла в том, что если вы, допустим, Теомарса не убили цинком, да, то есть, вы закидываете ему бабочку, то есть, в любом случае, он не получит свой баф с третьего скилла, и Теомарса можно просто будет шотнуть. Но, опять же, здесь не 100% шанс всего, что вы там закинете, поэтому рассчитывать на то, что цинк 100% там накидает и бабочки, и расколы, и все это, то есть, не нужно на это рассчитывать. То есть, это просто будет приятным бонусом. То есть, больше у вас цинк будет использоваться не на ГВ, а даже в башне под всяких там, вот, Акмамыров, которым нужно максимальное количество дебафов, чтобы он сильнее всекал. То есть, при этом цинка вы можете одеть в Деспайр, советую одеть в Деспайр, одеть его по статам через скорость, крит дамагу, защиту. То есть, копер одевается через защиту, крит дамагу, защиту, а цинка в Деспайр и одеть через скорость. То есть, он должен быть быстрее, чем обычный копер. То есть, хорошие статы у цинка, это где-то 1100-1200 защиты, под 60-80 скорости, там уже сколько соберете. Допомяную, и шанс крита 70, крит урон 150. Здесь это минимальные статы, стандартные. То есть, вы можете брать в башню, то есть, к примеру, да, вы берете пирата, закидываете раскол, после этого ходит цинк и закидывает, допустим, сразу 4 дебафа стан и всю его вот эту вот прелесть. И уже получается 5 дебафов, 5 вместе со станом. И Теомарс после этого, ой, Теомарс, Акмамыр после этого прыгает и в 5 дебафов он нанесет уже немало дамаги. А теперь представьте, что у вас есть еще какой-то там Боретта, какая-то Рика или Гумункул воды, который может закидать, закидывать кучу дотов и еще и дебафы продлевать, вот продлевать, точнее, доты закидывать дополнительные. То есть, вы можете буквально за 2-3 прокаста ваших основных персонажей накидать 10 дебафов. И Акмамыр всю эту волну снесет, ну, просто с одного удара. Там даже второй, наверное, лишний будет удар, ну, в зависимости от этажа и от силы вашего Акмамыра. То есть, он неплохо закатывает еще и башню. Во-первых, у него 2 массовки, то есть, это 2 шанса того, что вы застанете. То есть, под пингвином он будет достаточно-таки часто юзать свои скиллы. В PvP, именно на арене, ну, не знаю, если вы в среднем таком рейтинге, может быть, вы его где-то заюзаете. Но чаще всего этого персонажа вы будете юзать на захвате, на ГВ и в башне. Возможно, вы его еще пристроите, когда вы будете проходить какой-то хох, SD-шку, возможно. Если у вас там проблемы с массовыми скиллами, то есть, он тоже туда закатит. В общем, персонаж вроде бы интересный, но, с другой стороны, не особо и нужный. На этом я буду заканчивать. Спасибо огромнейшее тем, кто смотрит эти видео. Приходите на стримы, задавайте вопросы онлайн, подписывайтесь на канал, поддерживайте меня. И участвуйте в розыгрыше на вот таких вот ангелмонщиков. Да, в эту субботу или в воскресенье разыгрываем еще 2 ангелмона, если соберется минимальное количество сабов. Всем удачи, хорошего дропа рун и до встречи на стриме. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok